здравствуйте дорогие друзья присоединяйтесь сейчас начинаем наш эфир у нас сегодня диагностика диагностика полиноза так чуть пока вы собираетесь представлюсь меня зовут анастасия василенок я клинический психолог гипнолог специалист по работе с психосоматикой также я являюсь куратор марафона аллергия который у нас стартует скоро 11 марта поэтому пользуюсь случаем приглашаю приходите будет три тарифа 3 чата один без поддержки один с моей поддержкой и еще будет чат с поддержкой игоря курс будет у нас полностью обновленный новые лекции будет записывать а что такое полиноз у вас даже такие есть вопросы полиноз реакция собственно как правило как правило реагирует либо нос либо горло да то есть как правило нос течение до заплея как проявляется полиноз на какое-то цветение называют да там травы береза ли цветет полынь ли какой-то там амброзия и человек реагирует хроническим ринитом на там кто-то кашлям но полиноз как правило называют вот эту вот историю мы можем даже посмотреть ладно будем смотреть хорошо а давайте сейчас сейчас мы наши героини узнаем как у нее проявляется полиноз в общем аллергическая реакция на цветение как правило как хотела вам зачитать у меня тут средства связи остальные с медицинской точки зрения если прямо определение прочитать так у нас сегодня участница диагностики так я даже не смотрела пожалуйста кто у нас участница помахайте мне или пришлите мне запрос кто наша участница сейчас будем разбираться что же какие конфликты могли привести вот к такой реакции тела будем разбираться так у нас катя напиши мне пожалуйста кто наши участницы сейчас я посмотрю кто мне махает много мы немного людей махает всех я вас приветствую дорогие друзья и жду участницу так наверное лучше запрос прислать мне так здравствуйте дорогие друзья вы все присоединяйтесь тема у нас сегодня полиноз диагностика симптомы разбор симптомы ждем участницу кто наша участница пришлите мне пожалуйста запрос на нету запросов обычно присылают или махают катя напомни мне пожалуйста вот все вижу что мне сделать как не пожаловать на комментарии я сейчас присоединю получается так дорогая участница ольга можете ли вы сделать запрос потому что мне почему-то прикрепить комментарии не предлагают выйти в прямой эфир с участником почему-то я вас вижу ольга но почему-то я не могу вас присоединить у меня нет такой опции прикрепить комментарий сделать модератором подписаться все пожаловаться можете ли вы ну конечно попробую вот так из списка выбрать вас из списка данная вот так придется смотрите что мне пишет чтобы присоединить требуется последняя версия instagram ольга у вас видимо не обновленный инстаграм я вас почему-то не могу присоединить так я вас не могу присоединить ольга то нам делать кати пиши мне что мы будем либо выбирать новую участницу либо ждать когда ольга обновить инстаграм что может быть еще у кого-то есть поленос мы прям сейчас можем разобрать потому что тема заявлен поленос так ольга можете ли вы обновите инстаграм или как-то оперативно обновляя сейчас все ольга пишет обновляя сейчас хорошо тогда мы ждем ольгу вот смотрите вот я а я вам сейчас прочитаю определение поленоса поленос широко распространенное сезонное хроническое заболевание которое вызывает пыльца цветущих растений опыляемых ветром другие названия поленоса аллергия на пыльцу пыльцовая астма синая лихорадная а лихорадка весенний катар но это вот кто-то спрашивал да вот пожалуйста вам определение чтобы быть точными до аллергия на пыльцу цветением растений собственно сейчас будем разбираться с нашей ольгой а что такое произошло и как правило это классический классическая схема как аллергия запускается было какое-то драматическое событие я это было неожиданно это было драматично это было изолировано классика гнм да и и что-то присутствовало фоне в том числе может это быть и пыльца растений и собственно реакция это моя мозг запоминает был трэш была драма было что-то ужасное я туда больше не хочу и мозг оберегает нас не ходить туда то есть событие по классике вытесняется очень часто и остается просто кто-то назначается виноватым мозг назначается виноватым в данном случае пыльцу а так может быть что угодно на что аллергия и тогда тело собственно ваше будет защищаться вот они ваши антитела которые там вот 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 то что вы сдаете и говорите вот у меня зашкаливает тогда просто организм он готов готов к обороне агент назначен враг назначен есть с кем бороться поэтому точно такая же схема возникновения поленоза так давайте пробуем сейчас присоединить еще раз надеюсь что ольга обновила instagram так так что сейчас мы поразбираем если если нам техника позволит так пока не вижу я ольгу можете позадавать пока вопросы может быть у вас какие то есть вопросы про поленоз про аллергии там какие-то кожные заболевания сегодня у нас мы выходим в ппп блок у нас есть отдельный аккаунт для кожных заболеваний аллергических ппп блок марафон аллергия но сегодня здесь в общем то мы симптом берем аллергический если у кого то есть какие то вопросы может быть вы их зададите пока я жду ольгу так ольга я ее присоединяем так здравствуйте ольга здравствуйте анастасия так видно и слышно вам меня хорошо да я вас вижу и слышу отлично мужа поленоз у ребенка пишет ну вот сейчас никогда ничего не возникает поэтому давайте вот смотрите ольга вы вообще на нас давно подписанная да примерно года полтора я за вами и тогда вы должны что-то были уже нас боги читать про свой поленоз и тогда вы примерно может не положить что у вас такое произошло что ваше тело отреагировало именно поленозом знаете я больше делала акцент на какие-то семейные моменты на детей это все пересматривала а вот по отношению к себе как-то я не задумывалась поскольку всегда относила поленоз и медицин больше их связывала но в последнее время и что связывали то есть я но в последнее время я стала приходить к мысли что все таки медицина нас особо-то не лечит и все надо искать где-то здесь вот и тут так получилось что вы попались прям вот на днях буквально я быстренько вам написала написала почему откуда это у меня могло прийти то есть вы не разбирались да то есть вам как бы в голову не приходило то есть даже вот перед эфиром вы имени как-то из них не подумали а что же может быть а что ж такое может быть вы еще там написали запрос вас звучало как-то там что я не могу ездить деревню к родителям потому что у меня поленоз вот когда я вам писала мне как раз пришла информация не так назвать писала почему я там не могу быть а здесь в городе я могу быть почему я могу быть в деревне у мужа и там у меня такая сильная аллергия а например у родителей она у меня очень сильно тут достаточно сильная сейчас там восемнадцать двадцать пять лет она мне была безумно сильная и доходила до преднизолона я уже не говорю там пчел которые прям вот тут же я умирала у меня всегда с собой ампула и шприц это тоже все происходило в деревне у ваших родителей и вот это вот реакция на пчел да вот отдельная тема и и вот в общем-то стартует стартует поленоз у вас когда сколько вам было лет вот вы сказали восемнадцать двадцать пять было сильно а самый самое начало когда поленоз наверное у меня начался где-то лет с одиннадцати в одиннадцать лет а ну как как правило да вот деревне было принято летом выезжать на сенокос и детки все это все дело подгревали вот так же я ребенку поехала подгревала приехала домой это было часов восемь вечера я бегла я бегла с отекшими глазами они безумно чесались но тогда мы не знали что это такое я легла и проснулась мне вроде бы полегче стало пока там жила до девятого класса это ну будем говорить 11 лет 11 12 13 14 вот такого сильного не было а потом когда я стала приезжать на каникулы ну это было ужасно и я могла там проводить много времени дальше ну мы уже с супругом стали туда ездить и бывали такие случаи когда я приезжаю у меня сердце останавливается у меня колотится безумно все это заложено это чешется я кашель да мне делают спинезолон и немножечко спадает и мы тут же на следующий день уезжаем то есть у вас реакция какая закладывает нос он не течет просто закладывает да и кашель да закладывает отек глаз глаза чешутся да это вот бьется безумно колотится я одышка ужасно я не могу дышать естественно что мы делаем и покоем сумки и уезжаем стало замечательно такой момент когда я на каникул я езжала еще там уже вот только я отъезжаю километров 70 от деревни там обратно в город у меня аллергия начинает спадать ну казалось бы аллергены они во мне они же должны перевариться какое-то время надо же им сейчас же да они раз вот тоже интересный такой момент и опять же смотрите что там такого особенного вашей деревне растет если это аллергия да там там не знаю на на не знаю цветение или растер или там сенокос у вас был травы косили какие-то когда это первый раз началось какое такое особенная трава вашей деревне растет что в других деревнях ее нет вы приезжаете к мужу нет да вы отъезжаете 70 километров от этой деревни это еще не город дать но у вас уже все спадает да получается и тогда вот это реакция получается да я в траве не нахожу ответа потому что я эти дни думала везде трава одна и даже потому что мы служим из одного как бы так местом 200 километров между нами более у него растет амброзия выше меня вот его поселок на амброзии никак не реагирует березы что у него что у меня что в городе но в городе правда у меня на березу есть на метке да то есть в траве я не вижу ответа трава везде в 2004 году я сдавала там и кровь и насечки да мне сказали что у вас там на пыре на берег на подсолнечник на клен на мяце тимофей ну стандартный набор аллергенных трав да каких-то ну очень куча куча всяких трав разнотравия какое-то к которая дает вот этот аллергический фонд плюс на березу но береза она ну какой-то определенный период цветет вы говорите что вы в городе на нее реагируете но вот эта вот вся история когда вы приезжаете в любой период да получается а смотрите в любой период у вас такая реакция когда вы приезжаете в деревню нет это будет июль может быть конец августа потом стала замечать что когда у меня родились дети хочу заметить что у меня слава богу прекрасный враг все хорошо замечательная семья прекрасные дети я стала приезжать с ними в деревню есть аллергия но она не такая уже как знаете мы обходимся без уколов достаточно посидеть на каблете уже как-то она мягче проходит то есть я с травой это связать каждая родились дети стало мягче вы приезжаете также в деревню стало мягче и тогда вот мы тогда вернемся к вашей деревне и посмотрим сейчас а что там такое тогда да если мы имеем ввиду там вы зная будучи подписаны на наш бог понимаете что важно события реакция какая-то моя на что-то которая может допустить вот это и получается система органов чувств читывает все 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 анализирует моменте это неосознанно происходит в том числе пульса и в том числе там все что угодно там там травы и запахи и вкусы и все что угодно да ну вот ваше ваше все равно привязалась как-то к вот это ваша какая-то драма да какое-то событие запускающие привязалась к пыльце и траве еще даже но тем не менее скорее еще и место играет роль да как будто бы я туда приезжаю 70 километров как будто может быть там трава такая же и все и все такое же и деревья но у меня уже легче мне уже легче появились дети мы стали детьми приезжать и опять же мне уже легче то есть как будто бы не на меня все направлено вот это вот как 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 я это чувствую а в чем я когда я приезжаю в деревню мне как вообще как я приезжаю к родителям что я чувствую ну наверно это все детство и и все это связано с родителями я так предполагаю что вот свершили двоих 36 лет я уже могу как бы иметь своих детей анализировать родители мои жили не очень так сказать в ладу они научились вернее они могли при нас детях ругаться причем очень хорошо ругаться разводиться но мириться как мириться они нам не показывают и папа всегда пил всегда пил и у них были с мамой конфликты причем мама это такой человек который положил из себя на алтарь ради того чтобы мы дети могли получить высшее образование как она говорила как я от него уйду я не смогу вам дать высшее образование вы должны и то есть вот в их конфликте мы дети жили у меня есть брат мы в их конфликте всегда жили причем это были такие ссоры не вот там они ты дурак ты дура пошла ты пошел ты нет вот у нас всегда был над мамой он мог ее слабить он мог приехать там два часа ночи сказать я не хочу сейчас суп я хочу сейчас картошку жареную пожарим ее быстро а мама чтобы мы спали а утром вошли в школу выставшиеся и таком давай уезжать то есть он понимает такая ситуация в семье и вот сейчас с высоты своих лет я это связываю как раз с детства возможно какой-то конфликт был да смотрите в одиннадцать лет когда стартовала например вы говорите вы уехали на сенокоз а приехали ну в общем сенокоз травы все не мы не отменяем сильно трав но тут как будто и место имеет значение потому что у вас реакция какая-то на березу в городе есть но не так сильно я так понимаю может вы в деревню приезжаете чуть-чуть вы можете реагировать то есть тут как будто бы усиливает само место которое тоже является триггером запуском да на траву я тоже реагирую потому что это тоже мне напоминалочка такая но в общем и целом это место очень даже имеет значение потому что я возвращаюсь в родительский дом и тогда там что-то включается во мне все это воспоминание ли возможно родители ведут себя точно так же вполне себе вероятно да и просто теперь я просто понимаю как это раньше мне было страшно и тогда когда про глаза вы говорите глаза пухли это визуальный конфликт как мы всегда смотрим что что не что у меня нос заложила какая-то невыносимость не могу чувствовать не могу в этой отвратительной невыносимой атмосфере находиться сделать ничего не могу видеть не могу глаза да там горло опухает моя территория под угрозой на моей территории как вот эта вся история же да там в моем доме ну то есть доме моих родителей я на их территории я не в безопасности и тогда и кашель бронхи включаются здесь тоже и начинается все какой-то визуальной картинки потому что тогда вы что-то увидели что было невыносимо для вас видеть на этом сенокосе я не знаю помните ли вы что там произошло да почему-то я его помню мы прекрасно это как это же семья собирается и едет на сенокосе я помню как люди ехали болтали разговаривали все было нормально отец с нами был мама была дома она осталась там баню готовила там кушку готовила все было нормально то есть никаких проблем таких не было но почему-то именно в тот вечер вот случилось да плюс момент всегда не разводились лето школа закончил можно же собрать вещи детей и ехать в это время за три месяца там их куда-то устроить самой на работу устроиться что самое интересное за этот период времени они успевали еще и помириться и мы опять успевали вернуться то есть вот оно лето как раз у меня реакция июнь июля август на вот это и как раз летом вообще самый трэш происходил они разводились они мама там пыталась чего-то сделать плюс там опять мирились и вот эта вся история происходила летом и вот это вот все все это небезопасность и когда неопределенности непонятно что и я испытывала летом да и получается на протяжении скольки то какого-то продолжительного времени это все происходило поэтому лето вот это июнь июля август но вот интересно вот именно на том что ничего не произошло а возможно чуть раньше была ссора или история потому что вот это когда наши все симптомы выходят это конфликт мы как-то решили как будто бы все хорошо да то есть какое-то решение пришло я конфликт решил но заряд полностью не снял да если что-то произойдет я опять также отреагирую но смысл в том что я как-то уже ну что-то сделала или как-то себя в голове вот это вот галочки поставил что что-то потолки это вот этот когда мы решаем конфликт это происходит фаза восстановления и вот эти все симптомы зуд отек покраснение температуры это все симптомы фазы восстановления и вот это ваш отек и покраснение и вот это вот что там еще у вас вот это бронховая история это когда я уже решила вопрос как то то есть у вас там для вашей детской детской детского мозга вашего там что-то как будто бы может быть и окей случилось и я видела красивую картинку все хорошо потому что может быть накануне был какой-то треш какой-то ссоры или еще что-то какое-то время и вот это вот идеальная картинка для вас семья да там мама баню делает мы поехали с папой вроде бы все хорошо все классно да и почему-то именно тогда как будто бы может быть я оказалась как раз таки в безопасности да там а до этого я что-то видела что меня напугало что я видеть не хотела что мне было как-то вот смотреть страшно невыносимо что глаза так как-то отреагировали то есть вот это вот может быть что-то когда я говорила что вот это что-то которое происходит часто вытесняется и мы не помним про это но вот как как-то подзабывается и тогда мы можем вот это само событие как будто бы сложно вспомнить это сколь 11 лет вам было да когда вот это все стоит знаете может быть мне тогда было даже 14 лет наверно 14 потому что я помню когда мы ехали вот не тетя говорит она мне столицы с города а я уезжать должна была в самару 300 километров от дома вот маленькую девочку отпускают учиться десятый класс 300 километров от дома да тогда не было связи это был 2002 год не было 14 лет это это же помладше чем 10 класс наверно или 10 я девятый закончила и вот как раз перед тем как как вам уезжать было вот в это ли да 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 я поэтому помню то есть вы эти едем и закончили 9 класс 14 ага и тетя говорит она говорит не переживай тебе там будет хорошо тебе будет там удобно уютно потому что ты со всеми научишься общаться человек такой общительный и не будет у тебя никаких проблем я вот этот момент прям очень хорошо помню как мысли разговаривали вот и и потом вот вот за столько километров я уехала и почему-то у меня сейчас всплывает что когда я уехала я выдохнула но переживания достались за маму она ждала я же переживала а потом возвращаясь туда но на каникулы приходилось потому что когда еще не работала десятый класс закончила и вот у меня уже развивалась аллергия развивалась развивалась 70 километров они проходили а когда а когда она стартовала это еще до вашего отъезда или когда вы уже приехали лето в какое это когда уже перед отъездом перед отъездом она стартовала да и начала развиваться прям хорошо так бурно это вот получается 10 11 класс там первые курсы института это когда вы возвращались родительский дом да 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 то есть я возвращалась когда я возвращалась и опять это видела вот этот конфликт да то есть там я выдыхала да но получается перед тем как а смотрите опять же когда я уеду да я не буду видеть этого да то есть как будто бы все это для меня уже решение уже есть то есть вот это визуальный конфликт вы они же уже в этих вот так вот выясняли отношения давно то есть вы вот в эти свои 14 лет да уже в этом были конечно они там лет с моих шести он начал пить активно пить да выпивать это все усугублялось усугублялось то есть возможно это вот этот визуальный конфликт который я для себя решила вот вот этим да когда вы говорите тетя мне говорит но там тебе будет хорошо там ты почувствуешь там что там будет здорово ты там по всем справишься тебя там будет будет тебе там хорошо классно и здорово там ну как по сути ты не будешь видеть вот этого может быть да когда вы едете туда она говорит я приезжаю это для меня решение то есть мозг не складывать я уже мысленно уезжаю я решаю этот вопрос что я не буду видеть возможно да возможно когда я уезжаю да для меня это решение когда я приезжаю я опять это вижу этот вот этот вот трэш ужас что-то я проживаю там чувства свои какие-то и тогда если получается вы приезжать 14 лет выезжали или в 13 лет выезжали 14 то есть вам было 14 лет вот этим летом когда стартует ваша аллергия если мы смотрим какие-нибудь циклы например то это семь три с половиной а там сразу на два например будем делить полтора разом один из семь там я не знаю вот семь лет что там если мы семь лет посмотрим ваши семь лет ну не знаю это второй класс вы шесть пошли шесть второй класс но вы сказали что папа начал пить шести то есть первого вашего класса ну выпивать да выпивать то есть у них были уже начинались такие скандалы вот первый развод я не могу вам вспомнить не скажу но у них было постоянно они постоянно расходились это в два года точно а вот в семь лет конкретно что такое в два года расходились они раз в два года а раз в два года раз в два года они расходились ну да и собственно поленос это чего тут если это аллергия конфликт разделения да вот это нос невыносимость глаза тоже я там не хочу видеть визуальный конфликт на моей на моей территории какая-то опасность мне какая-то угроза и поленос может стартовать на самом деле через год после после события разделения но у вас вот само разделение визуальное происходило вы уезжали вы уезжали как раз да когда вы приезжали это все начинало стартовать как я ну вот если цикл там повнимательнее посмотреть может быть да там вы когда если вы четко повспоминаете может быть что то там бы и выплыла вот вот из этих циклов что тогда были как раз конфликты мама может быть уходила тогда мама может быть там как раз тогда разводилась папой тогда я уже понимала я уже впадала в это состояние а когда родители вот ссорились и разводились как вы себя там чувствуете мы могли на стороне мамы всегда они вот ругались и мама всегда нас забирала скандал там да рукоприкладство и мама всегда нас забирала мы брали свои сумки и бедали к бабушке хотя я думаю она могла бы нас оставить отец нам не причинял вобретание абсолютно потому что у них это было вот чисто вот между собой ну вы не можете припомнить когда все-таки первый раз мама вот так с ним разводилась и вы вообще ну или не разводилась даже а просто уходила к бабушке для детей же это какое-то событие это же какая-то история такая серьезная да то есть прям вот настолько когда мама забирает нас и уходит к бабушке вам страшно тогда было вам как что вы тогда испытывали что вот они нам страшно было когда отец поднимал на маму вот это было страшно и мы между ними вставали чтобы он ее не сбил не побил но часто бывало что он убил часто такое бывало и я вот это вот видите мне было страшно вот это тоже визуальный конфликт мне страшно это видеть мне невыносимо это видеть это там какая-то вот угроза ну я за маму боюсь это в общем то такая угроза серьезная конечно угроза здоровья угроза жизни там чему угодно конечно 94 год это мне 6 лет ну умер дедушка в мае очень я его любила вот опять же умер дедушка смерть она тоже является таким таким триггером да расставание умер дедушка я его очень любила а когда дедушка умер 14 мая мая я первый раз увидела гроб вообще как это вот пахнет покойником для меня этот таз с марганцовкой когда мне показалось что это кровь в тазу зачем мне это вот надо было нас туда везти я не понимаю мы могли спокойно дома остаться я присутствовала на кладбище помню бабочка летала вот гора земли для чего это нас вот я например от этого ограждаю у нас в мае умер свекора дедушка они его безумно любили и мы могли бы тоже поволочить за собой но они у меня остались дома в самаре а мы с супругом поехали все сделали и вечером я их приехала забрала и привезла домой да они знают факт того что дедушки нет все но как это происходило это тоже такое сильное потрясение это очень сильное потрясение это тоже может быть как такое знаковое событие вот в этой цепочке полиноза после этого я сказала я не буду ходить ни на чьи похороны родственников друзей для меня это все простите но я лучше запомню это человек как он был может меня понимать может меня не осознавать но я не буду ходить вы что хотите со мной делать ну тут вот это свекор тут уж просто у меня муж наден в семье это свекор да был то есть получается так подождите вот это умер дедушка это мамин или папин мамин мамин это был девяносто четвертый год это вот мне было восемь лет тогда восемь получается а восемь были восемь восемь и я помню что я дедушку с тех пор всегда просила у меня был в голове я ему всегда говорила девушка помоги сделать так чтобы папка сейчас пришел не пьяный чтобы скандалов не было вот этот маленький ребенок он молит то чего нет и быть не может да но это была надежда вечно я обращалась каким-то там святым чтобы нас защитили помогли оберегли потому что сейчас папка придет когда он между правителями и он маму побьет а может вдруг в порыве в него убьет то есть и когда вы уезжали то есть это было некое спасение для вас я больше не буду это видеть и да я больше не буду в этом участвовать я больше не буду как бы непосредственно участником этого когда я уезжаю например да все таки вот этот дедушка тоже какая-то важная фигура в вашей жизни это конфликт расставаний да я ну это восемь лет да получается но он как-то почему вы к нему обращались мысленно дедушка там помоги он как-то помогал маме когда папа приходил пьяный он защищал ее но он жил от нас 7 километров не так близко и не мог принять в любое время для меня он казался каким-то волшебником он всегда приходил там мне рисовал со мной и говорил ой давай хозяюшку я с тобой порисуем или я тебе вот принес орехов я тут шел мимо по лесу нарвала орех на держи моя хозяюшка он меня так не знал вот ну какое-то вот такое доброе чувство воспоминаний я не знаю ли это передалось мне от мамы потому что она его любила ему по-моему передалось ведь обычно кого мама любит дети того тоже боготворят вот вот ну как-то вот он вообще-то какой-то оберегающий персонаж ваш был да то есть вы его странили в своей фантазии дальше ну как-то да ну папу маму в то время уже бил да когда ну вот еще до того как дедушка умер вот это я не помню не могу вам сказать но по наверное что-то уже было было потому что что-то я так вспоминаю скандал на фоне вот его смерти тоже какой-то там был угу что-то там случилось ну как случилось что-то в чем-то он ее обвинял там это вы виноваты ну что-то такое папа так вот я по детству папа да 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 что-то было что-то уже тогда было может быть как раз что-то было 7 лет тогда он поменял работу и как раз первый класс он поменял работу и вот там активно началось упивать угу то есть какой-то вот может быть вот это вот запустилась как раз там плюс-минус около семи если так вспоминать и когда то есть у вас был какой-то период когда вы вспоминаете что мое детство было безмятежное да там или там безопасное скажем так или там по крайней мере было мне как-то комфортно спокойно да радостно и через как в какой-то момент это все изменилось ну как у вас это было нет я такого не помню вообще безмятежного такого не было я не помню да ну я не знаю там мне было значит два года мама была беременная как она мне рассказывала отец ее уже тогда изгиб первый раз да ну и значит это все я не помню чтобы не было безмятежного детства я уходила в клуб ну как приюту молодежи собираться а я уходила и вот так а сколько же мне идти отец пьяный сейчас приду что там я приду что вообще где мама то есть вот это напряжение все время было да вот это ваша семейная система она все время сохранялась и тогда если мы там цикл то посмотрим и вы говорите в два года уже он избил и тогда это ну получается да то есть вот это вот невыносимость вот это вот небезопасность вот это вот вся история которая была в моей семейной системе уже и тогда поэтому здесь про то что может быть и вот те события стоит переработать да как мы как мы с этим работаем вот даже в том в том же марафоне мы идем от ощущения да вот я чувствую что со мной да что со мной происходит а симптом чувствуем как мне с ним потом чувствуем эмоции какие возникают какая яма незакрытые потребности мы отматываем отматываем вниз туда 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 идем по ленте времени вниз и где-то останавливаемся это все равно откуда-то оттуда и так или иначе мы найдем и это было уже и ваши два года потому что мама вам рассказывала наверняка вы это просто сейчас это событие не помните умом но оно было и я это телом прожила телом я знала это уже эту угрозу это я знала и вот это вот я дальше живу дальше вот это какое-то событие еще там то что мы из циклов можем вытащить какие-то важные значимые события для вас и тут когда стартует поленос мне надо уезжать в это лето я уезжаю это мое спасение по сути я из этой системы ухожу я это видеть больше не буду да это это для меня вот эта невыносимость как бы закончится это вот будет мое спасение я это все исправить не могу это вот я не могу это исправить я все время думала как мне что мне надо делать так спасать в каких кустах искать да то есть я в этом жила все время и тут вот это мое спасение когда я уеду да и тогда именно стартуете потом но по крайней мере сейчас ваше присутствие в родительском доме вам запускает вот да травы и есть имеет место быть мы можем это отвязать на самом деле развязку сделать несложно да то есть вот это есть транс когда мы просто оказываем мозгу ну ты ошибся да было вот это и вот это я вот это испытывала и тогда не надо меня от этого защищать но кроме трав у вас точно есть еще компонент там трав березы еще они там как-то влияют минимально но тем не менее есть компонент когда я приехала в родительский дом я опять в этой атмосфере вот когда вы приезжаете в родительский дом что вы сейчас видите сейчас отец как 7 лет не пьет и ну с мамой они живут дружно ну естественно она уже там свои 57 лет под него подстраивается там свои качели когда надо вот его там чтобы вокруг него все крутилось хотя он так не думает вот ну я приезжаю самодостаточным человеком самоуверенным человеком поскольку у меня есть супруг который меня никогда не доставил обид защитит отец его очень уважает ценит и он его ценит больше чем меня он там элементарно дочь встань дай Денис сядь а то он это устал я говорю нифига а я что не устала что ты что ну то есть понимаем понимаете да вот это отношение поэтому я туда приезжаю достаточно спокойно спокойно я знаю это выбор мамы это его выбор это их жизнь а я сейчас проживаю свою и у меня свои проблемы свои заботы свои дети и я должна выстроить свою систему наших взаимоотношений в семье так чтобы мои дети потом не страдали не искали психологов разрывать вот эти вот детские проблемы посмотрите а я вот если сейчас прям прямой вопрос почему у вас поленос когда вы приезжаете вот ваша реакция именно в родительском доме именно вот в этот летний период как раз когда ваш вот это все происходило почему у вас поленос сейчас может быть это как воспоминание но я говорю он он стал меньше он уменьшился он есть какими-то периодами и это можно выйти на таблетках а вот до замужества как бы я еще была не замужем но мы приезжали с тем же моим будущим мужем мы делали уколы то есть я тогда была незащищенная видимо вот смотрите да как будто бы вот этот муж вам дал защиту а дети еще большую защиту тут macul и дети потому что когда вы сказали когда родились дети то есть как будто бы тоже стало меньше все я настолько самоуверенный человек что меня никто из этой колеи не вышел ни папа не мама я в своей колее вот этой вот и вот эти вот я приезжаю сейчас он не пьет дома спокойно и мне наверное волноваться не за чем я смотрю на это но с другими глазами что но тем не менее когда вы говорите вы приезжаете тем не менее я попала опять вашу семейную систему и возможно тоже как триггер да например даже просто мой дом родительский как триггер может быть и тогда нам просто отрезать этот триггер выключить что теперь там я в безопасности но тут как будто бы вот это вот у меня я внутри я вы говорите я самоуверенный человек да то есть ну такое неуверенный ассас уверенный тоже интересное слово но окей ладно но это не у меня внутри а муж меня защищает дети меня защищают то есть я себе вот это создала вот это вот но на самом деле это не это не я внутри научилась так жить что мне безопасно что мне окей а я себе какие-то создала стабилизаторы которые мою систему стабилизируют я вышла из семейной системы большой и создала свою систему и это мое мое спасение мои стабилизаторы для того чтобы куда я теперь сама тут должна быть вот вот как бы но и как будто внутри то что-то меня еще это есть да то есть не я сама научилась реагировать так на мир а вот это моя защита и вот эта фраза ваша я знаю что муж меня в обиду не даст он меня защитит то есть вот здесь я себе нашла такой вот косты грубо говоря до которой на я буду всегда операцию всегда при мне всегда вот ну вот у меня вот этот купол и там система ли моя это моя защита и тогда мне как бы она облегчает то есть я не могу у меня до конца то симптом не выключается ну да работают триггеры можно с ними поработать но тем не менее как будто бы мне бы внутри еще обратить внимание на то состояние своя почему не я сама почему мне нужна эта защита в виде детей в виде мужа и тогда я вот тут я вам сейчас докажу что в своей системе я сейчас построю я построю по другому я там буду какая-то тут как будто немножко свысока уже на них смотрю да я понимаю что да вот это выбор но я-то 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 мы идем мне было нужно следить 11 мы идем с ней домой от бабушки в ожидании того какой у нас будет там папа я говорю маму вот ты знаешь говорю у меня будет муж самый лучший у меня он будет очень он будет не ученый у меня у нас будет двое детей у нас будет своя квартира машина меня от кого зависеть не будем мама мне говорит ой да дай бог дай бог слава богу дай бог и вот вот эта вот программа она мне настолько вот мозг запала что я себе сделала точно так же как я планирую вот иду сейчас я немножко понимаю что я пришла к точке . . . поставлю на другую программу создавать и вот в нашей семье принято жить семьей вот нас нет тех кто живет в разводе не у тети не у дяди как бы все семьи мне плохо или хорошо но семья не живут мне нужно было вот вот это вот эту вот семью я ее сделала хорошая достойная семья и поэтому я как бы сама собой горжусь потому что свое время у нас может так получилось что мы с ним жили а потом мы разошлись я все сделала для того чтобы мы с ним опять сошлись и женить и у нас дети хорошая семья могла бы я там пропонуть и мы разошлись еще как море корабли и все на это вот поэтому я может быть и говорю что я вот вокруг себя вот создала вот эту куклу а внутри-то меня да это еще там это это ваше это ваше спасение это ваше то как я тогда я тогда со мной все в порядке может тогда я хорошая тогда я горжусь собой я это сделала я себе создала эту защиту я приезжаю и хоть вот отец не пьет он уже ничего не может сделать да как будто бы мне ну то есть ну как будто бы опасности есть да и вот это моя семья вот эта защита от какой-то опасности не знаю от какой внутри вот это что то есть и вот это можно поисследовать что за состояние у меня почему-то спали нос до сих пор есть я в какой-то я когда-то приезжает у меня начинается именно в родительском доме именно в родительской системе возникает это невыносимость глаза нос территория все но я-то под защитой поэтому меньше раньше вообще без уколов не обходилось теперь только таблетки они помогают это как бы вот они мои таблетки муж дети да вот они мои таблетки они мне помогают потому что когда я без них приезжала было невыносимо я попадала опять в эту родительскую систему мое спасение было уезжать и тогда вот в этой родительской системе я какой себя ощущала вот там когда я приезжала и туда и опять это видела все вот вот это вот я чувствую себя больно больной изнутри мне было плохо тошнотворно как тут я просто даже не могу описать я описываю что в голову да только это не могу там выдохнуть да я я делала я все я проживала эти дни я проживала эти моменты но с отцом если с мамой у нас контакт то с отцом у нас параллель и вот это параллель ну вот она мне не давала расслабиться как бы вот чувствует что я в семье что мне хорошо нет вот смотрите смотрите что я в семье что мне хорошо да и тогда я какое-то какое-то тошнотворное чувство у меня какой-то я плохая какая-то больная изнутри что там вы еще какие-то такие слова сказали что мне не окей в семье мне некомфортно нету вот этого контакта и принятия с мамой вроде бы есть а с отцом нет и тогда я я выдохнуть не могу а когда вы вы уезжаете и вы мне первый раз сказали я уехала выдохнули и когда вы уезжаете вы выдыхаете а там меня вот это и тогда у меня и бронхи тут тоже включаются проблемы с дыханием да там вот это вот астматическая история бронхиальная по крайней мере там кашлем да что вот это вот я здесь на этой территории не чувствую себя органично у меня нету этой семьи по сути тогда мне очень важно создать свое и моя должна быть хорошая я все сделаю для этого чтобы моя семья была хорошей выговорить я создала достойную семью муж все как я себе задумала и поэтому я не отступила ни на пункт ни на один у меня все хорошо дети семья и здесь я чувствую себя но там когда я приезжаю я не могу опять выдохнуть я не могу органично почувствовать себя потому что это вот про мой контакт с отцом тогда личный да вот с мамой есть а с отцом нету как сейчас и вот и получается с отцом он так через мужа мужа моего он уважает мужа он говорит вот давай там то есть вот это чувствуется да вот парк по крайней мере из того что вы рассказали тогда вот этот вот контакт есть а моего контакта нету я тогда вот в этой семье в родительской себя не чувствую расслабленно спокойно принятый какой-то органичный да то есть какой-то я же понимаю что у отца проблемы тоже идут из семьи из его семьи он старший ребенок из меди и там тоже на него наложили родители отпечатки очень сильные ну как по слухам по рассказам да и он с этим тоже ничего не может сделать а тут еще и алкоголь наложился и мама в свои с какой-то степени тоже виновата и вот это вот все крутится крутится я и пытаюсь его оправдать странный момент там я тут он очень любит детей внуков своих безумных люк этот ваша связь посмотрите почему когда родились дети вы приезжаете он очень любит их и тогда это ваша связь с папой через мужа и через детей тогда мне легче тогда с мамой вроде бы контакт есть не там как-то более очевидно вот этого с отцом у меня параллель а как вам а как бы вам хотелось чтобы было как бы в идеале чтобы было ну наверно чтобы он как-то заботиться обо мне что ли ну это очень сложный вопрос и здесь очень живая эмоция и здесь очень живо и здесь вот здесь и сюда надо пойти когда вообще вопрос вот это невыносимость моя в чем я очень хочу на самом деле я хочу туда я все сделала чтобы у меня была отдельная семья что было и так я это сделала и через мужа и через детей я имею контакт с отцом и он очень любит детей он уважает моего мужа даже больше чем я на самом деле папа прими меня папа увидь меня папа дай мне свою любовь да важно этот контакт с отцом мне важно восстановить вот это моя связь и вот тогда я там в этой семье буду органично и тогда мне там будет окей тогда мне там будет я буду принято мне будет приятно расслаблено там я буду значит у меня любят и принимать пока нет пока нет да я не вижу но это я не вижу это не значит что мне не дал да и тогда я могу могу словами через рот могу еще как-то могу там пересмотреть какие-то эпизоды увидеть его любовь ко мне то в том числе потому что с мамой у него отношения да какие-то как мужчина и женщина свои дочери свои увидите его любовь важно ее увидеть не знаю как вы это сделаете приходите к нам на марафон вы точно найдете ее там да там вы сделаете шаги необходимые там получите состояние которое поможет вам в любом случае даже если не придете вы примерно понимаете что нужно делать вот в этом боль вот это вот это мой разрыв контакта вот это моя боль вот это моя невыносимость вот это вот то что я не могу видеть чувствовать да там вот это вот принять да я что-то могу поделать да я много сделала но и это мне помогло это как таблеточки не стали помогать вот эти мои муж детки да там вот этот вот тем не менее я хочу прямой контакт не через мужа не через детей я тебя хочу папа увидите меня папа увидите меня папа заметь меня дай мне свою любовь это я не думаю что он это даст ему 60 лет что он может сказать 60 лет когда человек прожил в своих устоях своих мыслях своих интересах они настолько уже выросли мне кажется мы опять думаем из-за других мы там не говорим о своих чувствах у нас в марафоне одно из заданий рассказать трем людям о своем слепке мы это называем шаблон мой реагирование если бы исследовал свой поленос вы бы пошли от ощущений собрали бы вот эти чувства эмоций какая я моя незакрытая потребность мы шаблон реагирование я когда я попадаю в эту историю свою вот тело мое когда вы дает вот именно это и людям важно значит надо рассказать про это это шаг это реальный шаг да то может быть это будет мама может быть это не может быть а точно хорошо будет был папа чтобы я ему хотя бы об этом сказала кажется что он не может это а может быть он просто боится проявлять не умеет Но, тем не менее, если я сделаю к нему шаг, и он ко мне тоже может сделать, если он будет, хотя бы знать о моих чувствах. Например. Может быть, я научусь видеть то, что он делал для меня, что-то хорошее, как он выражает свою любовь, как он умеет. Например. Ну, разные моменты есть. Важно контакт с папой наладить и принять, потому что вот эту часть, которую папа во мне, я не принимаю. Потому что ты, папа, не дал мне свою любовь. И я такая, и не дашь вообще ему 60 уже сколько. Что даст он мне? Может он мне дать? Как будто бы это вот невозможно, и тогда мое тело будет вот так требовать этого. И мне это никто не заменит. Вот это моя боль. Вот здесь живая эмоция, значит, боль в этом есть. И это в родительском доме как раз происходит. Я спрашиваю, а что такое происходит в родительском доме? Я так я каждый раз вот в это приезжаю и вот в это покружаю. Да. Как вы сейчас, Оль, нам надо чуть-чуть закругляться. Я смотрю, у нас две минутки осталось, да, потому что на всякий случай завершено первых час, чтобы нам ложиться. Скажите, пожалуйста, какую-то обратную связь, как вы, как бы, что стало понятно и может быть какие-то вопросы есть еще. Знаете, я когда, говорю, я написала, я стала копать, почему у меня аллергия возникла на пчелу. Опять-таки пчелу завел отец и пчела меня укусила там второго класса. Летом у меня очень сильно разбухла рука, а потом это стало даже для меня смертельно. Вот. Пчелы у нас в саду в огороде постояли, да. Ну, мы сейчас пока только с полинозом, но пчелы тоже про отца. Да. Вот. Опять это все сводится к отцу. И когда я говорю, я вам написала, ко мне пришло, мы долго не могли понять, откуда у меня эта аллергия. И вот я написала вам, и мне пришло в голову эта аллергия. И вот сейчас, благодаря вам, я поняла все-таки, да, где сидит моя проблема. И она не только, наверное, здесь, она вам, но во всех сферах моей жизни, в принципе, да, присутствует. Мой отец, отец, это вот мужское начало. Мой отец, который дал мне того, чего должен дать отец, дочери. Да, я не смогла взять. То есть он мне что-то дал, и мне бы хорошо взять хоть что-то, чтобы опираться на что-то, пока мне не на что вообще опереться, пока я ничего не взяла. И вот эта любовь его не сильно красивая, какая-то неказисткая, которая мне очень, как-то мне сложно это взять. Как я вот это приму и скажу, да, пап, ты что-то мне дал любовь свою. Это не какая-то не очень, она важна этой людьми, учиться. Да, вот это и пчелы, и поленос, это все про ту историю. Поэтому, если что, приходите, потому что в марафоне мы как раз работаем глубоко, потому что мы как раз разбираем вот эти истории все, да, и вот это работаем. Там кто-то вопрос задавал про транс, да, что такое транс. Да, это такая некая медитативная история, когда мы погружаемся, снижаем какой-то уровень нашего сопротивления, контроля, чтобы мы смогли вспомнить, пойти туда, в какие-то более ранние события и посмотреть, а где я так научился реагировать, почему мое тело включается, да. Вот это вот мы делаем все марафоннее. Я, давайте будем закругляться, да, благодарю вас, что вы пришли в прямой эфир, не побоялись, и вам так это все, видите, как органично вплелось в вашу историю, инсайты, какие-то там моменты, которые, пазлы, пазлыки сложились, и теперь понятно, по крайней мере, что делать, я надеюсь, да, в какую сторону идти, с чем работать. Ну все, тогда, Ольга, отключайтесь, благодарю вас, я буду тоже завершать эфир. Будем, сейчас, я быстренько, не знаю, есть ли у нас время, можем ли мы задержаться чуть больше, чем на час, или нет, на всякий случай. Так, 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 не получил мужскую любовь, но да, тогда у меня тут накладывают комментарии глубоко, спасибо вам, друзья, спасибо, что были, что тут пишете что-то. Так, ну все, давайте будем завершаться, поэтому, с вами была Анастасия Василенок, люблю вас, завершаем эфир, приходите на разборы.